Ситуация с разрастанием коронавируса в европейских странах, к сожалению, усугубляется с каждым днем. В Бельгии федеральные власти приняли решение отменить занятия в школах до конца пасхальных каникул. Студенты университета временно переведены на онлайн-обучение. Закрыты кафе и рестораны, отменены массовые мероприятия. Все работники Европейской комиссии в Брюсселе с 16 марта переходят на дистанционный режим работы. Удаленно сегодня трудятся и сотрудники офиса отделения ООН в Женеве. Подробности у нашего западноевропейского СОПКОРа Жаната Эрнст. После того, как руководство Всемирной организации здравоохранения, штаб-квартира, которая находится в Женеве, оценила ситуацию со вспышкой коронавируса в мире как пандемию, специалисты от организации находятся на постоянной круглосуточной связи с главами правительств и государств мира по принятию самых решительных действий по борьбе с распространением COVID-19. ВОЗ объяснили, почему решили повысить уровень оценки рисков. Во-первых, из-за скорости масштабов передачи инфекций. На сегодня в 118 странах более 125 тысяч человек заразились коронавирусом. За последние две недели число заболевших за пределами Китая выросло в 13 раз и составляет уже свыше 37 тысяч человек. Поднебесная же, где болезнь пошла на спад, готова делиться со всем миром опытом борьбы с ней. Такие страны, как Китай, показали, что более строгое соблюдение этой стратегии приводит к большим результатам. Эта страна предложила поддержку другим государствам. И мы работаем в трехстороннем сотрудничестве с Китаем, чтобы рассмотреть вопрос о поставках средств персональной защиты и другой помощи. И эта работа сегодня в процессе. Мы благодарим Китай за его солидарность в попытках расставить приоритеты в цепочках поставок помощи для наиболее пострадавших Италии и Ирана. Сегодня непривычно пустына и здание отделения ООН в Женеве, где отменены полностью все заседания Совета ООН по правам человека и конференции по разоружению, которые должны были идти до конца этого месяца. К тому же, впервые сотрудники генерального директората отделения ООН в этом городе переведены на дистанционную форму работы. Эта мера предпринята в качестве пробной и насколько она продлится, покажет время. Жанатер, Жамар Тахметов, Хабар, 24, Женева, Швейцария.